всем привет друзья теперь у нас весны у вас вот и сегодня у меня отличное настроение и у моего кто он карифана спанчбоба тоже вот и мы сегодня сидим ноги отдыхаем такие или трудимся мы даже не знаем мы просто кайфуем короче с ним вместе и решили поговорить с вами на такую тему как смерть вот потому что но удовольствие везде ладно перейдем смертным что такое смерть для нас смерть это нос у многих с этим понятием связан такой страх страх что это ну я не знаю там что такое страшное вот задумывались убью вы об этом узнавали вы вот напишите в комментарии что вы думаете а я вам расскажу о том что я для себя понял что я знаю смотрите когда меня что-либо тревожит важно пройти в это и помереть в этом и тогда это теряет над тобой силу теряет процесс перестает быть и ты забираешь него энергию ладно сумбурно да да сложно понять не я придумал меня научили я просто проверил и это действительно работает ладно давайте поговорим о смерти физического тела дело в том что есть три этапа смерти то есть после того когда человек помер происходит первый этап это душа покидает тело когда душа отделяется и человек вроде как еще все помнит еще все вот вот он лежит вроде и и душа взлетает такая она летает может летать то есть она находится здесь на земле и вот условно этот период 40 дней длится не помню там связи чем это связано то есть душа здесь находится рядышком то есть она все видите наблюдает она находится на земле то есть она находится рядом с телом следующий второй этап после смерти это тот этап слушаем но до спальню рядышком положить да да красиво было вообще не нравится лежать с переснять что или не придется давайте прям такое зале увидел вот как есть всем же интересно чтобы смерти и вы будете воду мою слушать себе в уши понятно потому что все мы потом придется переснять более подробную с картинками версию а это такая разминочная в общем второй этап после смерти это то что вы сами себе вообразили то есть если вы решили что вас суд там ждет суд божий там ну да лесов и палка как вообще крутится да хочу себе конечно стабилизатор когда куплю не знаю подарить и 10 тысяч вы найдете когда вот хватает денег на то чтобы ну тут жить в нормальных условиях и питаться нормально кстати вот насчет питания тоже я прошел в бич пакеты поел их достаточно сколько чтобы помереть понимаете я прям вот пять дней просто в бич пакетах прям с майонезом то есть как раньше любил для чего для того чтобы больше не возвращаться к этому вопросу все у меня не отпали так же сейчас ну там как-то варенки там прочь там вареники вареники с картошкой и грибами вот вообще сидел сейчас последние за две недели на одних их но не на одни конечно ну вкусно ну как-то что-то не отзывается там где-то внутри что-то не еркает то есть я не вижу этого прилива энергии которые я хочу чувствовать от пищи от питания на вот и значит второй процесс это когда это происходит все что мы сами себе на выдумывали на представляли то есть если это суд божий сут божий там встретить родственников родственников там то есть гореть в аду даже гореть в аду там можно но вся суть в том что там нету чувств там нету ощущений именно за ними за опытом мы приходим сюда в эту жизнь вот являемся в седьмое измерение то есть физическую плотность проявляемся слова да какие то говорю воспринимать это просто как сказку может быть так вам будет понятнее просто ну на словах допустим то есть мы к тому же я сейчас не подкрепляюсь никакими фактами никакими источниками какими этим я просто вам говорю то что у меня у меня сформировано это мироощущение как-то но я не оглашал о нем но вот сейчас он решил с вами поделиться вот значит 2 это в этой же фазе у нас происходит календарь календарь коридор такой из фрагментов жизни то есть мы идем и мы можем зайти в любое в любую ситуацию то есть там нет времени время там стационарно и мы так мы быстренько попадаем в любую ситуацию можем в этот момент в любой момент своим прожитой жизни посмотреть что думают другие да там что какие другие могли быть развития событий в общем полностью как конструктор как просто вот разложенная вот ну план действия не знаю там вот карта на столе просто и и все делай с ней что хочешь с этим скелетом с этим так с этой моделью вот ну а дальше дальше третья часть ты попадаешь в абсолют в абсолютное я и там а твои мысли они принимают любую форму то есть ну или как сказать твоя энергия развивается на другой энергии короче ты становишься абсолют ты становишься всем и ничего больше и ты такой на не знаю там то есть если там хочешь отдохнуть отдыхаешь но рано или поздно тебе это надоедает и ты опять проявляешься в физическую реальность возможно это происходит так ты там ну как бы с верхним богом или как с общей своей субстанцией энергии такой как так сколько у меня там бонусных баллов за прошлую прожитую жизнь ну потому что вроде как баллы не начисляются там суицидником но опять же возможно есть стражи которые говорят нам разные мысли и и возможно они и это тоже наговаривают здесь я не берусь утруждать возможно но это не точно вот поэтому мы сами выбираем изначально то кем родиться родители какие ситуации какие-то коренные конкретные ситуации в предстоящей жизни если мы рождаемся в том мире в котором там у медведева там я не знаю яхты и замки там и все это там где где мир перевертыш где все наоборот где ну исконно русские слова традиции просто жуются и вот те же извините пидоры да берут флаг там этой радуги и идут с ним да то есть такой радостный символ такое настроение такое ну какое-то детское это я не буду копать сейчас далеко потому что ну боюсь вас испугать вот остановимся здесь на теме смерть вот ну а сам я сам я помираю сейчас в процессе в процессе того что от меня отваливается лишнее я часто держусь за то что мне вообще не важно как-то даже пропускал походы в абхазии потому что я думал что мне необходимо просто сидеть вот в интернете я такой вот работяга такой вот прям ответственность такая она мне лежит сейчас я хочу подать объявление продать этот сломанный телефон и хочу сделать простые на своей странице какая у меня есть благостная цель но он что-то она не идет потому что как-то это что-то вот работая работа с этим иду вот в это вот желание вот эту немоготу и сейчас помираю в ней вообще я люблю когда экстрим когда страх когда ты стоишь над обрывом пусть даже к тебе привязан там канат какой-то и ты уже подписался ты уже здесь стоишь и никуда не деться ты просто берешь и делаешь это и потом удивляешься жизнь прекрасно друзья помрите успеете помереть при жизни чтобы не волноваться об этом забавно получилось а на улице идет снег сочи первое марта поем салатика да а спать боб другая мой лайк подписка